Какой позиции Артеда планирует использовать Калафьори? На ваш взгляд, Вадим? Какие преимущества это может дать Арсеналу? Вот и пришла пора. Ну да, давай достанем доску. Калафьори были, наверное, кстати, самая проблемная позиция, если брать прошлый сезон. У нас был вариант с Зинченко, который по продвижениям один из лучших в лиге. И у нас был вариант с Кивером и с Тамиясу, которые не могут полноценно исполнять эту роль, вот уходить в центр, уходить в полузащиту при владении, но получше обороняются. Мне кажется, что Калафьори вообще из всех перечисленных лучше всех как защитник. И при этом он не просто может уходить на позицию в опорную зону при владении. Он туда очень часто уходил в Болонии. Это был один из вариантов. Отличие просто в том, что он уходил туда с позиции центрального защитника. Ну, можно сказать, исполнял Джона Стоунза. И дальше нужно про него знать просто, что вот центр защиты – это позиция, на которой он раскрылся в Болонии и провел свой лучший сезон. Но вообще изначально его позиция – это именно левый фланг. Он начинал как левый защитник, потом получил в 16 лет ужасную травму. Кажется, не вернул свои скоростные данные. И поэтому ему пришлось переквалифицироваться в центрального защитника. И там уже прошли его лучшие годы. Год с половиной, наверное, если учитывать еще отрезок в Базеле. В общем, после перевода на эту позицию он смог заново обрести себя. И сейчас, если мы рассматриваем именно тот типаж левого защитника, который нужен в арсенале, который не закрывает весь фланг, а который уходит в центральную зону для построения атак, то Клафьори без проблем снова становится левым защитником. И становится апгрейдом на этой позиции. Следовательно, мне кажется, что основная позиция для него – это левый защитник, который может давать очень интересные опции в билдапе. Это либо то, что я уже описал, либо еще вариант, при котором у нас, допустим, ложным становится правый фуллбэк. Допустим, тут выходит Тимбер или, может быть, даже партии, такие эксперименты были на определенном этапе. Но Клафьори тогда левый центральный защитник в тройке тоже хорошо себя чувствует. Либо то, что я уже описал, где он просто становится в роль Зинченко, только более надежного при обороне. Тут, наверное, нужно упомянуть, что Клафьори хорош с мячом, может тут активничать в опорной зоне. Но он, конечно, не так хорошо продвигает конкретно через пас. И он больше владеет рывком, может разгоняться и разрушать линии, схему соперников, линии соперников за счет проходов. Но передачей на уровне Зинченко, вот именно с этой позиции, как находил в полуфлангах партнеров Зинченко, он не владеет на таком уровне. Но, на мой взгляд, по балансу качеств, что он дает с мячом, что он дает без мяча, это самая сбалансированная опция на позицию левого защитника, ложного фуллбэка, как и положено в арсенале. Это вот основной вариант. Вроде как я описал основные направления, которые дает этот вариант. Второй вариант, вторая опция, это подмена, в случае, если с Габриэлом что-то случается, или с, наверное, даже с Алибаш что-то случается. Потому что в Италии мы даже видели, где он левша-левша играл в Бастоне. Но в любом случае, посмотрим, может быть, если с Алибаш что-то случается, то Тимбер, если с Габриэлом, то Клафьори. Но тут он уже просто как еще одна опция выступает. Я бы так ранжировал. Но в сборной все-таки Бастоне играл правее, а Клафьори левее, кажется. Все так? Да. Ты сказал, особенно если с Алиба. Так вот, если изолировано, извини за провокацию, если изолировано Габриэль Магальянец или Клафьори, кто круче? Как центральный защитник? Да. Мне кажется, нельзя изолировано на этот вопрос отвечать. Изолировано системой, я имею в виду. Мне кажется, нельзя изолировано системой. Мне кажется, Габриэл лучше обороняется, Клафьори лучше с мячом. Но все равно мне сам вопрос не нравится. Постараюсь объяснить, почему. Поскольку он уже в арсенале. А в арсенале есть, на мой взгляд, суперсвязка. С Алиба Габриэл. И, может быть, я должен был проговорить это четче. Но, по сути, даже, по сути, стартовый тезис моих рассуждений, почему я вижу именно эту позицию как основную, просто потому что эту связку нельзя разбивать. В том числе из-за сыгранности, из-за взаимной дополняемости. Поэтому мне кажется, что в системе арсенала он будет на этой позиции чаще всего выходить. И это хорошо, это вот действительно хорошо накладывается на набор качеств, которые у него есть. Тогда уж последнее от меня, потом снова к вопросам, еще более провокационное. Сколько процентов ты даешь на ситуацию при здоровых всех защитниках в центре обороны играть Калафьорио Салиба, а Габриэль остается на скамейке? Сколько процентов ты примерно даешь на это? Я тоже в это скорее не верю. Сколько процентов ты бы дал на это? Два, три, ноль? Подожди, секунду, секунду. И в этом вопросе мы также как водные данные берем тот факт, что Габриэль никуда не ушел. Помнишь, что Габриэль никуда не ушел? Нет, он в команде. Да, период, когда казалось, что он может команду покинуть. Да, даже в прошлом сезоне, в начале сезона он не играл в основе. Ну, давай 20%. 20% это много. 20% это немного. Когда речь о выборе между двумя альтернативами, 20% мне кажется, это не так уж много. Ну, просто это не фантастика. Ну, и плюс не забывай, что из них, что мы просто можем не получить такую ситуацию в чистом виде. То есть будут отрезки, когда Клофьори травмирован, будут, нехорошо прозвучало, но это практически факт. В каждый месяц у него, в каждый год у него месяц где-то выпадает из-за травм, и это, наверное, данность, которая вряд ли поменяется в арсенале, хорошо, если только месяц. И будут отрезки, когда он нужен как левый защитник. Так что, да, Артет сказал, что он рассматривает его и на ту, и на другую позицию. Центральный левый защитник. Но я думаю, что приоритетом будет именно его внедрение на левый фланг. Это помогло бы сделать именно стартовые 11 арсенала максимально качественными из того ресурса, который есть. Продолжение следует...